Привет, дорогие мои друзья! Пришла долгожданная посылка. Мультимедийная 9-дюймовая магнитола, которую мы будем устанавливать взамен штатной. В штатной, конечно, всё хорошо. Работает и камера заднего вида, и выход USB, считает MP3-шки. В общем, всё классно, но меня не устраивает то, что в ней нет навигации. Приходится пользоваться прищепкой, использовать смартфон, но это не очень удобно. И решил я заказать вот такую вот магнитолу. К тому же не видел ещё видео с установкой подобного аппарата. От 8-дюймовой магнитолы, 9-дюймовая отличается тем, что она идёт в комплекте вот с этой вот рамкой. Также существуют магнитолы на 10 дюймов, но мне кажется, что это магнитола-мутант. Она слишком большая для этого автомобиля, а 9 дюймов, на мой взгляд, это оптимальный вариант. Заказывал я магнитолу на Алиэкспресс, пришла она мне через СПСР. Курьер доставил домой, примерно месяц она ко мне шла. У этого же продавца я заказал инструмент для демонтажа штатной панели. Он нам обязательно пригодится. Здесь в комплекте идёт инструкция. Она на английском языке вся полностью. Как видите, упаковка очень мягкая. Вот она вся комплектация. И как я говорил, магнитола поставляется вместе с рамкой воздуховодов. То есть меняется весь этот блок целиком. Значит, в комплекте идут два металлических крепления. Микрофон. Кому-то он нужен, но мне, скорее всего, не понадобится. У меня полная комплектация в автомобиле. И вот здесь вот, в Эреглонас, есть встроенный микрофон. Выводы должны туда выходить. Разберёмся. Также идёт антенна GPS. Штатный разъём с проводами. Разъём для подключения усилителей, камер и других устройств. USB удлинитель. Инструкция. И, в общем-то, всё. Характеристики этой магнитолы я вам озвучивать не буду. Искал самые нормальные на сегодняшний день. С задней стороны у нас есть разъём для подключения микрофона. Разъём для подключения накопителя. Away and out. Ну, то есть вот эта фишка. Разъём для подключения антенны GPS. Два USB входа. Маленький провод, скорее всего, Wi-Fi антенна. Ну и штатные разъёмы для подключения питания и колонок. Глядя на обратную сторону рамки, видим, что здесь целая куча защёлок по периметру. И сейчас мы эти защёлки при помощи инструмента будем пытаться отщёлкнуть. Действительно, пришлось приложить значительные усилия, чтобы снять эту рамку. В общем, ковырял я её по всему кругу сначала безуспешно. Потом начал вот отсюда вот. Отщёлкнулась у меня одна защёлка. И пошёл я вот так вот в обе стороны, потихонечку оттягивая угол её отщёлкивать. И вот она в снятом состоянии уже перед нами. То есть отключаем разъём. И рамку можно убрать. Штатная ГУ держится на четырёх винтах. Их мы сейчас открутим. Пока что всё просто, ничего сложного. В задней части имеются три разъёма. Я так понимаю, это разъём у нас для камеры заднего вида. А это штатный разъём. То есть практически то же самое, что идёт в комплекте с нашей мультимедийной магнитолой. То есть эти две колодки втыкаем сюда. А с этой сейчас будем разбираться. Если заглянуть сюда под панель, видим здесь модуль AeroGlonass. Для тех, кто не знает, это такая фигня. Она вот здесь находится. Можно вызвать экстренную помощь. А если вы где-то переворачиваетесь, у вас срабатывают подушки, эта фигня сама отправляет сигнал. Ну то есть если в дороге что-то случится, к вам приедут и помогут. Сейчас все автомобили такой фигнёй комплектуются. Продёрнул USB-удлинитель в бардачок. Здесь даже есть такой разрез на стенке для того, чтобы зафиксировать провод. Наверное, специально сделан. В общем, сюда у меня будет выходить провод от USB-камеры. То есть это самая простейшая камера. Совместима с Windows, с Android, как я прочитал. Она будет выполнять роль видеорегистратора. Размещу где-нибудь в невиданном месте. Не знаю, ещё не придумал. Но это не в этом видосе. В общем, сюда выведу. Поставлю USB-хаб, подключу. Всё должно работать. Первый запуск прошёл успешно. Мафон завёлся. Нужно переставить воздухозаборники и часы со штатной рамки. Звук идёт из всех четырёх динамиков. Работает сейчас радио. Но камера не работает, так как я не подключил маленький разъём. Подключать его некуда. А вот с камерой видеорегистратора всё работает отлично. Смотрите, подключил её. Проецируется картинка. Всё видно. Классно, вообще суперски. Гуглим распиновку разъёма камеры заднего вида на Hyundai Creta. И сразу же её находим. Здесь у нас всё подписано. То есть, вот эти два провода вверху. Вот видим, жёлтый и коричневый. Это у нас выход с камеры. Красный провод – это питание, которое идёт на камеру. И вот в Creta оно в штатной камере плюс 6 вольт. Следующий провод – это оранжевый с чёрной полоской. Это минус питания камеры. И зелёный провод – это у нас идёт 12 вольт с фонарей заднего вида. Ну, то есть сигнал, который пойдёт на включение камеры. Или как он здесь называется – реверс. Я так понимаю, эти провода нужно соединить. Ну и по поводу соединения от вот этой колодки, которая у нас подключается к штатным расъёмам. Здесь мы соединяем две фишки. Это у нас AUX-R и AUX-L. Вот этот вот AUX-вход штатный. Можно соединять, можно нет. Если используете, то лучше, конечно же, соединить. Антенну GPS я вот тут вот пропустил. Вот она у меня, пока я её ещё не цеплял. Вопрос, который многих интересует – это микрофон. Давайте посмотрим. Здесь микрофон идёт в фишки вот жёлтый и коричневый провод. То есть это микрофон, выводы с микрофона, которые находятся здесь. А на фишке от магнитолы эти выводы, они здесь пустые, не задействованы. То есть что нам нужно сделать? Вытащить из штатного разъёма провода коричневый минус, жёлтый плюс. Просто их соединить и всё должно работать. Отрезал разъём от микрофона, включил его и подключил провода вот таким вот образом. То есть красный у нас идёт к коричневому, а жёлтый идёт как бы на землю. По-другому микрофон не работает. Сейчас пробовал, соединялся по Bluetooth, разговаривал. В общем, смысл какой? Если тут поменять полярности и штекер включен, то меня вообще не слышно. Перекидываешь полярности вот так вот, красный к коричневому, и меня начинает быть слышно. С микрофоном пошло всё не так гладко, как хотелось бы. Вернул коричневый и жёлтый провода на место в фишку, потому что как я только не пробовал. И полярности менял, и массу брал с другого места, и что только не делал. Всё равно, в общем, собеседник слышит сам себя, присутствует хрип. Я пробовал в настройках, убавлял громкость. Там всё бесполезно, всё бесполезно. Я даже отрезал провода от штатного микрофона. Сейчас вот снял панель, чтобы припаять их назад. Сейчас я их припаяю, конечно, здесь на коленке соберу всё назад. Припаял микрофон на место паяльничком Т-100, подключив его к пауэрбанку. Закрутил все винты обратно, а заодно переставил воздуховоды, часы со штатной рамки и защёлки. Здесь четыре защёлки белого цвета в плоской части и четыре защёлки голубого цвета в закруглённой части. Они немножечко разные. Подключил камеру, всё работает, уже проверил, так как она на 6,5 вольт, подключил для её питания DC-DC преобразователь понижающий. Можно было, конечно, меньше взять, но я у себя дома нашёл только вот такой. Здесь при помощи кнопок можно регулировать выходящее напряжение. И у преобразователя есть память. Сейчас стоит 6,5 вольт. Я откручу эти два болта, уберу кнопки, чтобы они случайно не нажались, и всё здесь заизолирую. Разъём видеовыхода с магнитолы я обрезал и припаял сюда провода напрямую. Где жёлтый, это экран, то есть минус, а коричневый, это плюс. И важно их не перепутать, иначе камера работать не будет. Реверс я решил взять с этого же разъёма. Здесь два провода реверс. Какой вы подключите, это без разницы. Можно подключить этот, а можно подключить вот этот. Значения этих проводов абсолютно одинаковые. То есть, когда на него поддаётся 12 вольт, в магнитоле автоматически включается камера и работает вот этот видеовход. Сейчас я это всё красиво заизолирую и покажу вам уже готовый вариант. Чтобы провода внутри панели не брякали, все соединения, все разъёмы, преобразователь напряжения я обернул самоклеющимся мягким материалом. Таким материалом я обклеивал блок доводчика стёкол. Кстати, кто видос не видел, обязательно посмотрите, доводчик вот так вот работает. Ссылочка на видео будет в завершающем окне. Ну а теперь я подключу все разъёмы, USB, антенну, разъём от часов и установлю аппарат на место. Ну вот, друзья мои, всё готово. Принимайте работу, всё классно, супер. Включаем задний ход и у нас, значит, выходит сюда изображение. Обратите внимание, что полоски вот эти вот, они как бы поворачиваются. Но если у вас нету штатной камеры заднего вида и вы установите какую-то другую, то у вас вот эти полоски, они не будут поворачиваться вместе с рулём. То есть это фишка самой камеры заднего вида. Она по каншине подключена и когда вы крутите руль, вот эти вот полоски, значит, работают. То есть к магнитоле они, по идее, никакого отношения не имеют. Магнитола лишь выводит изображение с камеры. Теперь, значит, кнопки. Как сделать так, чтобы они работали совместно с этой магнитолой. Здесь в меню есть кнопки. Нажимаем, заходим сюда. И здесь мы их можем настроить. То есть настроить их можно вообще, как вы пожелаете. К примеру, громкость. Нажимаем здесь вверх. И здесь нужно выбрать значение функции. Выбираем вот громкость вверх, нажимаем ОК. Также нажимаем громкость вниз. То же самое. Выбираем здесь в списке значения функции. Нажимаем ОК. Запрограммировал. Смотрите, добавляю громкость. И здесь она добавляется. И все это замечательно работает с пульта на руле. Уже несколько часов тут сижу. Вечереет. На часы не смотрите. Они сбились. Мы их отключали. Значит, установил сюда DS-файл. Это программка от сетевого хранилища Synology. И вот запустил ее. Могу смотреть фильмы прямо с сетевого хранилища, которое у меня находится дома. К примеру, какой-нибудь сериальчик можно по торренту скачать и посмотреть прямо отсюда. Нужно только в настройках выбрать программный декодер, чтобы шел звук. Зазвонил телефон. Ответим. Алло, Саш. Как слышно меня? Хорошо. Очень здорово. Я все настроил. Все круто работает. Ну, наконец. Да. Да. Все классно. Получилось. Ты меня как слышишь? Хорошо. От себя не слышишь, как было до этого? Не слышно. Очень здорово. Все супер. Супер. Поговорил по телефону. Сами слышали. Все классно. Теперь давайте посмотрим, как работает навигация. Яндекс. Навигатор. Как видите, я уже авторизовался в Google аккаунте. Работает у меня интернет. То есть, я свой смартфон сделал в режиме модема. Подконнектился к нему по Wi-Fi. И сейчас, чтобы сим-карты не плодить, у меня получается, что интернет телефона передается сюда по Wi-Fi. Конечно, можно купить 3G модем, подключить его в USB порт. Но я считаю, в этом нет необходимости. Установился навигатор. Открываем. Антенну я еще не закрепил, не провел провод здесь. Обязательно это сделаю чуть позже. Пока проверим, как все будет работать так. Ну да, правильно. Находит место положения. Примерно где-то здесь я и стою. Сейчас мне позвонили. Нужно срочно отъехать. Заодно проверю, как работает магнитола. И с вами чуть позже поделюсь. На улице повечерело. Я катаюсь, все проверяю, как работает магнитола. И мне, друзья мои, действительно все нравится. Смотрите, как сочетается со штатной подсветкой. Причем, если я выключаю габариты, то подсветка автоматически выключается. Габариты включаю, подсветка, соответственно, включается. Очень удобно сделан интерфейс радио. К примеру, можно ткнуть в любое место шкалы и автоматически подстроить до ближайшей станции. Я считаю, просто супер удобно сделано. Если хотим выйти назад, можно нажать крутилку. Она в андроиде. То же самое, что вот эта вот кнопка назад. Точно так же работает. То есть здесь есть мультизадачность. Можно сразу закрыть все приложения одним нажатием. Как вы можете видеть, установил я сюда Navitel навигатор. Navitel тоже отлично работает. И, кстати, установил я его при помощи SD-карточки. Здесь внизу есть два картридера. Сюда вставляются две microSD. Поддерживаются карты на 128 гигабайт. То есть сейчас туда такая установлена. Она отлично считывается, работает. Navitel точно так же, как и Яндекс.Навигатор. Подхватывает быстро спутники. В данный момент их семь. Но я только запустил. Сейчас он найдет еще. У меня было 11 только что. Нажатием механической кнопки можно запускать навигатор. У меня на нее запрограммирован Яндекс. То есть нажимая на эту кнопку запускается Яндекс.Навигатор. И тоже сразу находит наше местоположение. Нажатием кнопочки домой мы можем выйти обратно на рабочий стол. Здесь можем подкрутить быстренько аквалайзер. Баланс слева-право. Это что касается звука. Кстати, по звуку магнитола гораздо интереснее, чем штатная. Давайте покажу вам, как работает камера ночью. То есть так же точно включаем. Вот она камера появилась. Полосочки. Все здорово. На руль реакция есть. Рабочие столы перелистываются свайпом. Также я сюда установил программу для работы с ОБД-2 разъемом. Он у меня, правда, дома сейчас. Но если его сюда подключить в колодку, то можем выводить на магнитолу показания с датчиков. Они здесь будут отображаться. Средний расход и все такое. Можно сбрасывать ошибки. Но я думаю, это вы и без меня знаете. Что мне особо понравилось? Вот если сравнивать со штатной магнитолой. К примеру, смотрите, сейчас у меня машина заведена. И если бы стояла штатная магнитола, я машину глушу. У меня автоматически бы выключилась магнитола сразу же. И разорвалось бы соединение с телефоном. Потом бы опять эта синхронизация, подгрузка контактов. В общем, там это все работало криво. Здесь магнитола вырубается не сразу. Она какое-то время ждет. И у вас есть время, чтобы нажать кнопочку в первое положение зажигания. Ну, чтобы она сразу не погасла. Это, я считаю, очень удобно. В целом, друзья, мы аппаратом доволен. Он действительно вот такой. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Надеюсь, я старался не зря. И видос для вас понравился. Если это так, вот такие вот лайки ставим под видео. А с вами был я, Александр. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok